Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими чтениями вместе с Церковью. И сегодня, вторник, 22 декабря, и мы с вами прочитаем отрывок из послания апостола Павла к евреям, 9 главу, сначала с 8 по 10 стихи, потом с 15 по 23 стихи. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. Сим, Дух Святый, показывает, что еще не открыт путь в Освятилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, немогущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питьями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и Первый Завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водой и шерстью червленную и есопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, это кровь Завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью Искинию все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы Небесного должны быть ощущаться сими. Самое же Небесное лучшими сих жертвами. Дорогие братья и сестры, такой достаточно пространный отрывок из послания к евреям, который мы с вами уже некоторое время продолжаем читать. Единственное, что есть такая специфика церковного календаря, что мы видим, что чтение это у нас не последовательное, оно немножечко с разрывами, и даже сегодняшний отрывок мы видим, что он тоже разрывается. Вот между 10 и 15 стихом мы с вами пропускаем текст. Но, тем не менее, мы можем ориентироваться на общий контекст послания, который заключается в том, напомню, что апостол Павел, обращаясь, послание называется, к евреям, мы уже говорили, что слово евреи в то время означало несколько иное, чем мы сейчас подразумеваем под ним. Евреи – это были самые ревностные иудеи, поэтому к ним, конечно, апостол Павел не писал. Он писал, скорее, к христианам, наверное, из иудействующих, поскольку огромное количество ссылок на Ветхий Завет и огромное количество попыток апостолам Павлам найти прообразы, прообразы из Ветхого Завета, которые намекают, вот, соответственно, являются именно как раз-таки прообразами того или иного события, того или иного человека из Нового Завета. Вот здесь, в общем-то, тоже апостол Павел сравнивает, сравнивает Ветхий Завет и Новый Завет. Вот, например, с 8 стиха, да, отрывок начинается, «Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь в Освятилище, доколе стоит прежняя скиния, да, прежняя скиния, то есть как образ Ветхого Завета. Она есть образ настоящего времени, в который приносятся дары и жертвы, немогущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». То есть до времени пришествия Иисуса Христа, до времени установления Нового Завета. Дальше вот происходит разрыв до 15 стиха, и в этом как раз тексте с 11 по 14 стиха апостол Павел начинает вести речь об Иисусе Христе, и в 15 стихе он продолжает говорить о Христе. Мы должны это иметь в виду, потому что 15 стих сразу начинается с местоимения «он», относящегося к Иисусу Христу, но просто с учетом этого разрыва это может быть не сразу понятно. Поэтому мы понимаем, что под «он» имеется в виду Иисус Христос. Итак, 15 стих. «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив». Вот такая мысль, братья и сестры, достаточно очевидная, что Ветхий Завет является таким вот действительно заветом, который должен быть преодолен и должна последовать смерть завещателя, как здесь сказано, чтобы завещание вступило в силу. Получается, Ветхий Завет должен отойти. Он должен отойти в прошлое. Он выполнил свою роль, и теперь пришла пора Нового Завета. «Если же мы не дадим Ветхому Завету, так сказать, умереть, завещателю умереть, как здесь написано, то тогда не будет иметь силы само завещание. То есть Новый Завет не вступит в силу, пока Ветхий Завет не отойдет в прошлое. Потому что, как здесь сказано, завещание не имеет силы, пока завещатель жив». Совершенно верное замечание, которое актуально и по сей день. Далее здесь говорится о том, что Первый Завет, вот 18 стих, был утвержден не без крови. То есть в Ветхом Завете очищение от грехов, оно постоянно происходило через принесение жертв, через пролитие крови. И вот апостол Павел подытоживает свое рассуждение 22 стихом, «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». И заканчивает 23 стихом. «Итак, образы небесного должны быть очищаться сими. Самое же небесное лучшими сих жертвами». Образы небесного – это, собственно говоря, опять же, Ветхий Завет. Образ того, что должно прийти в Новом Завете. Или прообраз, как еще мы иногда говорим. И вот то, что было Ветхое, оно было призвано очищаться через кровь, через жертвы. Приносили жертвы, приносили животные в жертву, мы это помним. Мы знаем, что, в общем-то, Ветхозаветное время, время, предшествующее пришествию Христа, во времена и языческие, то есть не только это связано с библейской культурой, где приносили жертвоприношения, и в язычестве жертвоприношения приносились. И, к сожалению, иногда мы знаем, что даже человеческие, вплоть до младенческих жертвоприношений, считалось, что действительно кровь может стать той субстанцией, тем фактором, который станет, так сказать, причиной отпущения грехов. Причиной того, что Бог оставит беззаконие людям. Но апостол Павел здесь пишет, что вот тогда в Ветхом Завете так должно было происходить, в 23 стихе, да, а самое же небесное лучшими сих жертвами, то есть уже с пришествием Нового Завета, с пришествием Христа, очищение, прощение грехов происходит иным образом. Ну, каким это иным образом? Весь Новый Завет говорит о том, и в частности послание к евреям, что во Христе Иисусе уже пришло это прощение, и уже не требуется никаких кровавых жертв, потому что Христос эту жертву принес. Можно сказать, что со временем Иисуса Христа понятие необходимости жертвы, вот в таком ритуальном смысле слова, оно отходит в прошлое вместе с вообще ветхозаветным восприятием. Потому что действительно, вот задумаемся, братья и сестры, хотелось бы обратить наше внимание на этот вопрос, на который мы часто не обращаем нашего внимания. Ветхозаветное понимание, повторю, и библейское, иудейское, и языческое, и, к сожалению, и мы иногда не отошли от этого понимания, связано с тем, что мы должны принести какую-то жертву, ну, в древности это пролитие крови, сейчас, может быть, как-то по-другому мы это воспринимаем, бескровно, но все равно понятие того, что чтобы Бог нас простил, мы должны принести какую-то жертву. То есть, по большому счету, наше сознание от иудейского по существу не сильно отличается. Нам кажется, что Бог все еще нас не простил во Христе. Нам нужно что-то еще Богу дать, какую-то жертву принести. Может быть, это, опять же, не жертва, там, закаление животного, да, опять же, как в древности, ну, скажем, что-то иное. То есть, как бы с Богом договориться, чтобы Он все-таки нас простил. И, собственно говоря, жизнь и смерть Иисуса Христа воспринимается в основном именно вот в этом ракурсе, да, что Христос — это и есть вот жертва Нового Завета. И подчас, как бы, получается, что сама жизнь Христа, да, все остальное, кроме самой смерти, искупления, оно, как бы, воспринимается отдельно иногда от самой смерти Его крестной. Получается, что самое главное было действительно пострадать, да, самое главное, чтобы были эти страдания Сына Божьего, вот эта жертва для того, чтобы пришло наше спасение. И поэтому очень много дискуссий есть в богословии на тему, а кому была принесена жертва, а почему вообще требовалась жертва, неужели Бог такой жестокий, что требует жертвы, тем более собственного Сына Своего, да. Много-много очень дискуссий, вопросов, но, опять же, во многом это потому, что в нашем сознании все еще существует вот это ветхозаветное понимание, что невозможно, чтобы Бог простил, если не прольется кровь. И мы говорим, что эта кровь Сына Божия, Иисуса Христа, вот она и пролилась, ибо никак без этого было невозможно. Вот, потому что есть понятие искупления, понятие необходимости пролития крови для получения прощения. Ну вот как раз, может быть, если мы воспримем все Евангелие в целости, да, то есть Иисус Христос пришел возвестить людям о божественной любви, пришел просветить людей, и ответом на эту божественную любовь была ненависть некоторых людей, да, фарисеев. То есть многие не приняли то, что принес Господь, не приняли Его как Сына Божия, не приняли божественной любви. И ответом на эту любовь была ненависть. В ответ на эту любовь люди распяли Иисуса Христа. То есть Его смерть, Его страдание, оно было естественным следствием Его жизни. Жизни и смерти Господа нашего, ну и воскресения, конечно же, они нераздельны. И в этом случае мы тогда смотрим на Его крестную смерть, на Его страдания совсем под другим углом. Не то, чтобы специально Господь наш искал, да, чтобы пострадать. Ему, да, суждено было пострадать, потому что неизбежно, к сожалению, ответом на божественную любовь часто становится человеческая ненависть. К чему это я все говорю? К тому, что, братья и сестры, мы с вами тоже понимали наш собственный путь в этом ракурсе. Христианин не человек, вечно страдающий и стремящийся к страданию. Есть даже в психологии такое понятие комплекс жертвы. Вот христианин не человек, который призван страдать комплексом жертвы. Вот кровь из носа, да, что называется, хлебом не корми, надо пострадать. Надо быть таким вот унылым, страдающим человеком. Это чуть ли не главный признак того, что ты хороший христианин. Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Человек живет со Христом как раз-таки в радости, в искуплении, в прощении. Но если потребуется, если жизнь так будет вести человека, к тому, что нужно где-то что-то претерпеть, где-то перенести какие-то скорби и страдания, человек, христианин, готов к этому. Но специально он не ищет страдания. Потому что, опять же, есть такой психопатологический феномен, когда человек наслаждается своими страданиями. Он ищет страдания именно ради того, чтобы ими упиваться. Вот этот подход, он, конечно же, не является христианским. Братья и сестры, мы должны об этом помнить. То есть, Бог Христе Иисусе не требуется нам приносить какие бы то ни было жертвы для получения прощения. Ибо Бог любит нас и простить нас ему ничего не стоит. Главное, чтобы мы были готовы открыться для этого прощения и для божественной любви. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы с вами сегодня читали отрывок из послания апостола Павла к евреям. Девятую главу, сначала с 8 по 10 стих, потом с 15 по 23 стихи. Также напомню, дорогие братья и сестры, о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение и наставление. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, Я хочу взяться в великолепие Твое превыше небес. Слово Божие 6 по 11 стихи. Слово Божие. Слово Божие. Слово Божие. Слово Божие.